Пенсионный фонд Российской Федерации в связи с увеличением количества обращений граждан с заявлениями о перерасчете размера страховой пенсии с учетом нестраховых периодов заявляет, что в силу положений пункта 29 правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий, Рождение ребенка подтверждается свидетельством о рождении, свидетельством об установлении отцовства, выданными органами ЗАГС, то есть документами, полученными по запросу территориального органа в рамках межведомственного взаимодействия. Это служба в армии по призыву, уход за детьми до исполнения полутора лет. То есть если человек работал во время рождения ребенка, имелся у него страховой период работы какой-либо организации, эти года до полутора лет мы можем заменить нестраховыми периодами. То есть человек может выбрать, что ему выгоднее, страховые периоды или нестраховые. В этом случае, если выгодно, мы, значит, производим перерасчет в сторону повышения пенсии. Если нет, значит, будет дан письменный ответ, почему это увеличение не производилось. Весь период работы гражданина, в течение которых за него выплачиваются страховые взносы в пенсионный фонд, называются страховыми. Они играют ключевую роль при определении размера назначенной пенсии. Однако существуют еще и нестраховые периоды, когда гражданин не работал, но при этом занимался социально значимой деятельностью. Хочу отметить такие моменты, что граждане обращаются со свидетельствами о рождении. Имеются места, где допущены ошибки фамилии и вы, имени, отчестве. Бывают мягкий знак, твердый знак, И, Е буквы путают. Это все считается ошибкой. И в данном случае надо, значит, приводить в соответствие с паспортом, с документом, удостоверяющий личность. То есть обращаться в органы ЗАГСа и приводить в соответствие с паспортом данный документ для перерасчета пенсии. К наиболее распространенным нестраховым периодам относятся служба в армии по призыву и уход за детьми в возрасте до полутора лет. За такие периоды назначаются пенсионные баллы и они включаются в стаж.